Приветствую вас. Я думаю, что дабы нам не гадать, лучше было бы, если бы вы позволили бы нам с вами пообщаться, ну, как кому-нибудь, не знаю, позадавать вам вопросы, поисследовать вашу ситуацию, тогда бы можно было бы сказать причину всего этого. Но, как это вводится, важна не причина, а важна то, важнее, то, с чего вы хотите. Понимаете, извините, видится несколько основных нюансов. Первое, это страх близких отношений, неумение вести себя в этих близких отношениях, потому что там нужна искренность, нужно проявлять чувства, а с этим у вас может быть трудностью. Второе, это наказание, если бы застык наказывать по другим образом, считать, что вы недостойны более высокодуховных отношений. И третье, это в какой-то степени страх вступать в более такие вот, ну, социально поощряемые отношения, именно страх. Но страх не как в первом варианте искренности и чувств, а страх, даже может быть не страх, а какое-то вот отторжение вот этих вот ценностей, ценностей семьи и так далее, по тем причинам, по той причине, что эти ценности для вас чем-то ассоциируются неприятным. Следующий момент, это момент касаемый любви. Дело в том, что вы строите отношения не на любви, а на получение удовольствия. В этом ничего плохого нет, вы можете прожить так всю жизнь, если вы счастливы, если вам этого достаточно, почему нет? Тут мне кажется, что помимо всего прочего, вы пытаетесь поставить себя в определенную рамку. Но дело немножко не в этом. Дело в том, что если вы строите отношения без любви, то есть без любви и без заботы по отношению к своим партнерам, вот. Причем не обязательно это романтическая любовь, не обязательно это супруческая забота, да. То, скорее всего, у вас есть проблемы с тем же самым по отношению к себе. Также, вероятное избегание. То есть, вот в этот распутный образ жизни вы убегаете от некой реальности, от каких-то мыслей о себе. Распутный образ жизни может служить и способом снятия напряжения, способом самоутвердиться, показать себе, что я могу что-то доказать, показать себе, что я чего-то стою. Таким образом, когда же я поступаю так, как, например, поощряют в социуме, я себя так не ощущал. Бу-бу ряда причин. Дальше. Следующий момент. Помимо протестности, может быть еще и такая история, что данные ценности, данный образ жизни – ваш выбор. Не обязательно всем людям жить правильно, жить в рамках, жить так, как хочет общество. Некоторые люди могут хотят и живут по-другому. Да, вы белый ворон в какой-то степени. Да, вы не похожи на других людей. Ну, на большинство. На большинство женщин и так далее, с которыми вы всегда сравниваете. Кстати, почему вы всегда сравниваете с ним? Ну, это та цена, которую вы платите за то, чтобы быть собой, чтобы быть неформальной, чтобы быть вне, условно говоря, привычных каких-то течений, да, вне мейнстрима и так далее. Вопрос только в том, искренне ли вы этого хотите, и ваше ли это, и не используется ли данная ценность, данная модель поведения, как средство для решения, или купирования, или избегания какой-то другой проблемы. Вот что важно. Потому что, условно говоря, человек с непохожей, с нераспространенной системой ценности, будет в большей степени одинок и порицан. И кому-то из таких людей будет сложнее с этим справиться в силу неуверенности в себе. Вот. Но неуверенность в себе здесь, она связана с тем, что я не уверен, что цена, которую я плачу за следование этим ценностям, адекватна. Может быть, я хотел бы платить цену на другую, а может быть, во мне борются несколько ценностей, а я по привычке не могу выбрать между ними, считая, что должен выбираться. Тогда как выбирать не нужно. Вот. Вариантов достаточно много. Что самое главное, так это то же, что каждый специалист, в зависимости от своей специализации, увидит вам что-то свое. Вот, например, скажем, возрастной психолог, то есть психолог, который работает, ну, с возрастными кризисами, например, он, соответственно, скажет, что у вас возрастной кризис. Да? Трансвектно-аналитик скажет, что у вас действие деструктивного сценария негативного происходит. Психоаналитик скажет, что отец у вас был, скорее всего, непринимающий, отторгающий, и вот вы наказываетесь своего отца через мужчин, которых вы используете. Ну, как бы, такая вот история. И вот всё-всё-всё в таком духе. Понимаете? И каждый из специалистов, по сути, своей может быть и будет прав, а может быть и нет. Ну, ладно, здесь немножко другое. То, что объяснение, нахождение причин не решает вашу проблему от слова «совсем». Лешение проблемы – это структурирование вашего психического, вашего чувственного и внесения гармонии в это. То есть это определённая работа. Не с целью морализаторства, что так поступать нельзя, что это плохо, это аморально и так далее. А с целью привести вас в какую-то определённую позицию, где бы вы с максимальной точностью могли бы сказать, что это то, чего я хочу. Я не знаю, правильно ли это, хорошо ли, плохо ли, но это то, чего я хочу. И всё. Я готова платить за это ровно столько, сколько я получаю. То есть, когда цена соответствует усилиям, действиям человека. Это и есть задача психолога, как, мне кажется, по отношению к клиенту. А вы с такой впечатлением пытаетесь морализаторствовать. Это не лучший вариант. Никому ещё морализаторство не помогло. Другое дело, если у вас есть выгода, какая-то. Опять. От морализаторства. Это да. Тогда да. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация, которую вы описывали, будет развлечена. Надеюсь, что вы найдёте в себе силы и смелость разобраться в себе. Вот. Потому что, несмотря на то, как вы себя ведёте, мне кажется, что вы склонны избегать острых для себя углов. Вот. И, конечно, требуется определённой смелости и мужества начать в себе разбираться. Это страшно. Но, тем не менее, я надеюсь, что вы найдёте в себе силы. Повторюсь, не для того, чтобы морализаторство. Не для того, чтобы лишить вас каких-то блага. Но лишь для того, чтобы вы сами разобрали себя. Сами увидели себя, может быть, с других сторон. И решили, где вы хотите быть. И какой ценой. Надеюсь на вашу обратную связь. Желаю вам всего самого доброго.